В эфире новости Израиля в студии Борис Штерн. Добрый вечер. И вначале коротко о главных темах выпуска. Карантин возвращается. Власти Израиля признают распространение ковид-19. Вышло из-под контроля. Закрыты бары, залы торжеств, бассейны. Автономная самоизоляция. В Рамале просит Израиль закрыть все контрольно-пропускные пункты. В палестинской автономии введен режим чрезвычайной ситуации. Космическое наблюдение. Израильский спутник Афек-16 с задачей справляется. На Земле ждут первых снимков с космического аппарата. Цель – не дать возможности Ирану получить ядерную бомбу. Коронавирус в Израиле продолжает наступать. А власти восстанавливают весенние ограничения. Закрылись бары, залы торжеств и бассейны. В транспорте не должно быть одновременно более 20 пассажиров. Сначала сказали, что в автобусах вообще нельзя включать кондиционер. Но это вызвало негодование. В Израиле жара и высокая влажность. На коронавирус это не подействовало. Но даже здоровые люди плохо переносят израильское лето. В итоге было решено разрешить кондиционирование в транспорте. Летние детские лагеря при школах действуют отныне только для учеников с 1 по 4 классы. Обязательно ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции. Правительство Израиля движется в неправильном направлении в борьбе со второй волной коронавируса. Об этом заявила подавшая в отставку глава управления общественного здравоохранения Минздрава профессор Сигаль Садецкий. Заявление Садецкий прозвучало после того, как кабинет министров утвердил новые ограничения. А парламентарии согласились передать правительству полномочия по ужесточению карантинных мер без одобрения КНЕСЭТа. Были приняты соответствующие поправки к закону о режиме чрезвычайной ситуации. Теперь все решения кабинета министров по борьбе с коронавирусом будут вступать в силу сразу после их утверждения. Ежедневно в службе трудоустройства встают на учет почти полторы тысячи человек. Уровень безработицы в стране составляет примерно 21%. Но несмотря на это, медики считают, что когда на весах оказывается человеческая жизнь, то нужно предпринимать все усилия для ее спасения. Включая жесткий карантин. Я врач, и я посвятил всю свою жизнь лечению больных. Для меня здоровье человека и жизнь человека – это самое святое. Поэтому я считаю, что должны быть приняты все меры, максимальные меры, которые, к сожалению, до сих пор не были приняты. И у нас пример, мы уже научены опытом, во время первой волны были своевременные и правильные меры. И, к сожалению, мы не воспользовались этим временем, которое нам было дано, подготовиться к новой волне. Я думаю, лучше принять максимальные меры и потом выходить из них постепенно, что было не сделано в прошлый раз. Было открыто все сразу. Например, в Корее, где ситуация благополучная, до сих пор закрыты школы, несмотря на то, что у них уже несколько недель практически нет новых больных. В Австралии, в которой тоже была ситуация, у них несколько тысяч больных, в несколько раз меньше, чем у нас. Вот сейчас, буквально на днях, на прошлой неделе, появилось 70 больных, и они закрыли почти что половину, сотни тысяч людей, они закрыли на полный карантин. Как видно, не нужен тотальный карантин, но, безусловно, нужно срочно закрывать все места, где есть большое количество новых больных, и как-то остановить это. Для того, чтобы прекратить эту цепочку, нужно больше людей, которые занимаются эпидемиологическим расследованием, быстрее делать тесты. До сих пор, несмотря на то, что увеличилось количество тестов, но до сих пор результаты приходят через длительный срок. Конечно, намного лучше того, что было. Было 3-4-5 дней, сейчас это уже сутки, иногда 48 часов. Надо это тоже сократить все. И просто надо улучшить связь между всеми инстанциями. На самом деле, даже существующие тесты, это делается за несколько часов. Вирус не меняется. Действительно, происходят разные мутации. Но наше Министерство здравоохранения, лаборатории проверяют генетику этого вируса. И те мутации, которые происходят, они несущественные, и не влияют на вирулентность вируса. То есть, может, в будущем это произойдет, но на сегодняшний день тяжело судить об этом. И я думаю, что это просто эпидемиологически из-за того, что в основном болеют молодые люди, заражаются, даже не болеют, молодые здоровые люди на сегодняшний день, которые не соблюдают все меры необходимые, а пожилые люди предохраняются. И поэтому мы видим такую низкую смертность и на сегодняшний день низкую заболеваемость тяжелой форме. Если у нас уже есть опыт, и если будут приняты своевременные меры, мы сможем намного лучше начать новый учебный год и наш новый еврейский Новый год. Победим и вяжем. Ситуация с распространением коронавируса ухудшилась и в палестинской автономии, на западном берегу и в секторе газа. За сутки сотни новых больных. Рамала обратилась к Израилю с просьбой закрыть все КПП. В автономии введен режим общего карантина на месяц. Закрыты все предприятия и магазины. Работают только супермаркеты, аптеки и пекарни. На этом фоне, по мнению специалистов-конфликтологов, сложно представить, что палестинцы заинтересованы в очередном военном конфликте с Израилем. Тем не менее, террористические группировки продолжают напоминать о себе, время от времени выпуская ракеты в сторону еврейского государства. Не прислушались к предупреждениям, получили жесткий ответ. ЦААЛь нанес серию ударов по объектам Хамаса в секторе газа. В ответ на ракетные обстрелы израильской территории. По сообщению Палестинского информационного центра, в атаке на инфраструктуру террористов из газа участвовали израильские самолеты и вертолеты. Утверждается, что ущерб причинен в том числе жилым строением. В армии обороны подтвердили участие ВВС в ответной атаке, подчеркнув, что среди целей была подземная инфраструктура Хамаса. В ответ на три ракеты, выпущенные по территории Израиля ранее, этим вечером, наши ВВС только что нанесли удар по подземной террористической инфраструктуре Хамаса в газе. Ответственность возлагается на Хамас. Вечером 5 июля израильская территория дважды подвергалась ракетным обстрелам из сектора газа. Сигнал тревоги системы раннего предупреждения о возможном ракетном или минометном обстреле прозвучал в населенных пунктах регионального совета СДОТ-НЕГЕВ. Местные жители сообщили, что слышали два взрыва, которые прогремели, по всей видимости, в нескольких километрах от населенных пунктов. Армия обороны Израиля зафиксировала запуск двух ракет с территории сектора газа. Обе ракеты упали на незастроенной территории. Час спустя ЦЭВА-АДАМ сработала в нескольких пунктах регионального совета ШААР-НЕГЕВ. Запущенная ракета была сбита системой ПВО «Железный купол». На днях городские власти Ашкелона, опасаясь возможных ракетных обстрелов из газы, в ответ на планы Израиля по аннексии части территории Иудеи и Самарии, а также Иорданские долины, открыли бомбоубежище. Местным чиновникам было предписано готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям и запастись продовольствием, которое может понадобиться в случае крупномасштабного конфликта. Именно крупномасштабным конфликтом угрожают Израилю террористы со стажем. Ближайший сподвижник Ясера Арафата Набиль Шаат, в прошлом исполнявший обязанности премьер-министра палестинской администрации, заявил, что аннексия Израилем палестинских территорий приведет к восстанию против оккупации. Когда произойдет взрыв и начнется полномасштабная интифада, силы, действующие в Газии и на Западном берегу, объединятся. Фатх и Хамас достигли соглашения о совместных действиях. Восстание будет финансироваться арабскими государствами. И, видимо, не только и не столько арабскими. Верховный лидер Ирана и Атала Али Хаминаи публично ответил на письмо главы Политбюро Хамаса Исмаила Хани, в котором пообещал оказать всяческую поддержку палестинцам в борьбе с Израилем. Исламская республика, как и прежде, не скупится на какие-либо усилия по поддержке угнетенного палестинского народа, восстановлению его прав, а также по борьбе с поддельным и узурпирующим злом сионистского режима. О том, что Фатх и Хамас договорились о совместных действиях против Израиля, свидетельствует совместное заявление заместителя Хани Салаха Аль-Арури и члена исполкома Фатха Джибриля Раджуба, в котором говорится о начале общей борьбы и содержится призыв к остальным палестинским фракциям воспользоваться исторической возможностью вместе бороться против оккупации за создание палестинского государства. Единственным врагом обе гагурирующие группировки назвали Израиль. Но таких договоренностей формальных было немало. Уж слишком не доверяют друг другу лидеры палестинских группировок. В Рамале не забыли, как в 2007 году хамасовцы сбрасывали конкурентов из Фатха с крыш в секторе газа. Израиль готов к возобновлению переговоров на базе плана Трампа. Об этом заявил Бенемин Нитанягу в телефонном разговоре с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном. Ранее Джонсон выступил против израильского плана по распространению суверенитета на часть западного берега. В статье, опубликованной в газете «Идиот охранут», британский премьер предупредил о том, что присоединение территории в долгосрочном плане окажет негативный эффект на безопасность еврейского государства. Израильский спутник Афек-16, запущенный с полигона в центре страны, успешно продолжает полет. Тестовые фотографии будут получены уже через несколько дней. Электронно-оптический наблюдательный космический аппарат оснащен высококачественной камерой с наилучшим соотношением веса и качества. Сконструированный в авиапромышленном концерне спутник вывела на орбиту трехступенчатая ракета-носитель «Шавит». Первый спутник этой серии Афек-1 был запущен в 1988 году. Израиль был седьмой страной, которая стала отправлять спутники в космос. Сейчас подобными технологиями обладают 13 стран, в том числе и Иран. В Министерстве обороны отмечают, развитие израильской спутниковой программы усиливает превосходство еврейского государства в разведывательной сфере. Запуск был произведен успешно. Спутник выведен на орбиту. Теперь космический аппарат выполняет свою миссию на орбите, и мы уже смогли принять устойчивый сигнал в наземном центре управления авиапромышленного концерна. Это значит, что спутник работает в штатном режиме. Мы ни на минуту не ослабляем наших усилий в вопросах безопасности. Успешный запуск спутника Офик-16 значительно повышает нашу способность действовать против врагов Израиля. Это значительно расширяет нашу возможность действовать на Земле, в море и в воздухе, а также в космосе. Одна из задач Офик-16 следить за ядерными объектами Ирана и путями переброски новейших вооружений из Исламской республики в Сирию и Ливан. В Иране с настороженностью восприняли запуск израильского спутника. В последнее время в стране произошла серия взрывов на стратегических объектах, которые прямо или косвенно связаны с иранской ядерной программой. Официально Иерусалим не признают, что имеет отношение к инцидентам, последний из которых произошел вчера. Но и Тегеран официально никого не обвиняет. Режим АЭТОЛ предпочитает молчать. Причина пожара на предприятии по обогащению урана в Натанзе установлена, но не будет раскрыта по соображениям безопасности. Так, в Тегеране прокомментировали инцидент, произошедший 2 июля. На сайте организации по атомной энергии Ирана выложены фотографии частично сгоревшего здания, на которых американские эксперты опознали новый цех по сборке центрифуг для обогащения урана. Причина аварии расследуется группой экспертов. Мы ожидаем, что это расследование будет завершено в ближайшее время. Существует ряд мнений о причине аварии, они будут отражены в отчете. К счастью, жертв в результате этого инцидента нет. Ранее иранские официальные лица на условиях анонимности заявили западным СМИ, что пожар, по их мнению, мог быть вызван кибератакой, за которой якобы мог стоять Израиль. А ее результатом назвали выведение из строя значительной части оборудования. Теперь в Тегеране уверяют, информация не соответствует действительности. Первые часы после аварии иностранные СМИ сообщили о радиоактивном загрязнении в этом районе. Но в этом районе не было никакого радиоактивного загрязнения. Они также утверждали, что инцидент нарушил работы по обогащению урана в Натанзе и других местах. Никакого воздействия на работу ядерных объектов не было. При этом в Организации по атомной энергии Ирана косвенно признали, что работа ядерного объекта все же была нарушена. Инцидент может замедлить процесс разработки и выпуска современных центрифуг в среднесрочной перспективе. Но Иран заменит пострадавшее здание другим, большего размера и с более передовым оборудованием. По соглашению, от 2015 года Иран обещал до 2026 года использовать не более 5060 старых центрифуг в Натанзе, не вводя в действия более производительные и до 2031 года не обогащать уран на своем втором предприятии подземном комплексе Форду. В прошлом году Тегеран отказался от этих обязательств в ответ на решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения 2015 года и возобновить чувствительные экономические санкции. В ноябре прошлого года Иран заявил, что удвоил число работающих центрифуг на объекте в Натанзе и начал закачку газообразного гексофторида урана в центрифуге Форду. Израиль, в свою очередь, заявил, Иерусалим не допустит получения Тегераном ядерного оружия и готов принять для этого все необходимые меры. Наша ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей и, несмотря на злые намерения врагов Ирана, она не будет остановлена. Багате уже заявила, что происшествие в Натанзе никак не отразится на работе агентства по контролю за соблюдением Ирана соглашения 2015 года по ядерной программе. Между тем, подобные инциденты становятся для Ирана обыденными. За последнее время в стране случились еще два крупных пожара. За шесть дней до происшествия в Натанзе произошел взрыв на военном предприятии в Порчине недалеко от Тегерана. Власти приписали в утечке газа из резервуаров, но на фотографиях из космоса видно, что он случился в цехе по выпуску ракет. А в окрестностях города Ахвас на юго-западе Ирана внезапно загорелась электростанция. 7 июля пожар на заводе компании Сабахан на юге Тегерана. Есть погибшие. По данным иранских властей взорвались цистерны с кислородом. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Оставайтесь на RTVI. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова